Инструкция по выращиванию лука порея, посадка и уход в открытом грунте под зиму. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту найти, можно Ли сажать лук порей под зиму Многие огородники высаживают культуру поздней осенью. В холодную и снежную зиму растения окучивают и утепляют. Если соблюсти все рекомендации, урожай собирают уже в мае-июне. Преимущества и недостатки Основные плюсы подзимнего выращивания Ранний урожай – растение устойчиво к луковой мухе. Она поражает весенние посадки, когда зимний лук уже достаточно окреп. На освободившееся место высаживают скороспелые овощи. Или зелень – грядки не требуется пропалывать, когда начинают расти сорные травы, порей уже окреп. Главный недостаток – приходится увеличивать норму посадки, так как при неблагоприятных зимних условиях часть растений погибает. Подходящие сорта для подзимнего посева подходят поздние сорта лука, которые созревают в течение 160-200 дней. Наиболее популярны среди них добрый молодец, элефант МС – карантанский. Сроки посадки, как правило, лук под зиму высаживают в ноябре. Конкретные сроки не привязаны к календарю и зависят от погодных условий, поэтому перед посевом следят за прогнозом. Благоприятные дни по лунному календарю для посева порея – ноябрь, 1-3, 19-20, декабрь, 1-2, 20-25. Подходящие погодные условия температура воздуха должна быть в пределах минус 1, плюс 1 градус Цельсия. Если будет теплее, семена успеют прорасти до наступления морозов и растения погибнут. Культура любит влажность, поэтому высаживают ее в пасмурную погоду. Правила севооборота – участок для лука выбирают в зависимости от того, какие культуры росли там до этого. Лучшие предшественники для порея – капуста, картофель, тыква, бобовые культуры, зелень. Овощ будет расти плохо на месте, где до этого были посажены огурцы, чеснок, кукуруза, морковь, подсолнечник, различные виды лука. На одном и том же месте культуру выращивают не более двух лет, в будущем растения возвращают на ту же грядку через 4-5 лет. Наиболее благоприятные соседи для культуры – томат, сельдерей, капуста. Подготовка для получения богатого урожая правильно выбирают и готовят участок для порея, обрабатывают посадочный материал. Почвы грунт обрабатывают за два месяца до высадки культуры. Его удобряют перегноем, компостом, верховым торфом – 5-10 кг, М2, суперфосфатом – 30-40 г, М2, древесной золой – 1-2 кг, М2. Средства вносят под перекопку. Посадочного материала семена обрабатывают поэтапно, калибруют, зерна помещают в емкость с водой на 15-20 минут. Удаляют те экземпляры, которые всплыли на поверхность. Обеззараживают, семена заворачивают в марлю, помещают в раствор марганцовки на 15-20 минут, а затем – в термос с водой температуры плюс 45 градусов Цельсия на несколько часов. Закаливают, посадочный материал промывают, просушивают и помещают в холодильник на 12 часов. Семена не вымачивают, а высаживают сухими, ранние всходы приведут к гибели посадок. Технология посева высаживают лук-порей, по такой схеме на грядках делают канавки. В них укладывают семена на расстоянии 8-12 см. Ширина междурядей – 20 см. Присыпают все торфом толщиной 1 см. Поливают. Накрывают пленкой или агроволокном. Когда температура воздуха станет ниже минус 1 градус Цельсия, порей укрывают сухими листьями, соломой или снегом. Материал периодически подсыпают, а весной, когда утихнут морозы, снимают. Дальнейший уход для получения высокого урожая овощ подкармливают 4 раза за сезон через 20 дней. После появления всходов вносят 20 г мочевины. 10 г сульфата калия, растворенных в 10 литров воды. Расход средства – 1 литр, 1 квадратный метр. Спустя каждые 3-4 недели применяют водный раствор коровяка или птичьего помета, час-10 минут, с древесной золой. Порей регулярно поливают, 1-2 раза в неделю, не допуская пересыхания грунта. График корректируют в зависимости от погодных условий. На следующий день после полива грунт рыхлят, чтобы избежать появления корки и улучшить доступ влаги и кислорода к корням. Борьба с вредителями и болезнями у культуры крепкий иммунитет и при правильном уходе она не подвергается распространенным заболеваниям и атакам вредителей. При некачественной обработке семян, загущении посадок есть риск возникновения пероноспороза, ржавчины. Для профилактики семена обеззараживают, растения обрабатывают фитоспорином 2-3 раза с промежутком в 2-3 недели. Для борьбы с пероноспорозом используют поликарбацин 30 грамм на 10 литров воды, или арцерид 40 грамм на 10 литров воды. Чтобы препараты лучше удерживались на растении, добавляют 1% раствор мыла. Норма расхода рабочей жидкости – 1 литр на 10 метров 2. Обработку повторяют через 1,5-2 недели. В борьбе с ржавчиной эффективно опрыскивание бордоской жидкостью 100 мл на 10 литров воды. Процедуру проводят не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая. Расход – 1 литр на 10 метров 2. Растения, пораженные ржавчиной, незамедлительно удаляют. Из вредителей для культуры наиболее опасна луковая муха. Для профилактики ее появления овощи опрыскивают искрой и фитовермом. В апреле-май лук накрывают агроволокном. Для борьбы с насекомым используют инсектициды – тиамитоксом и медоклоприд – мухоед. Сбор и хранение урожая порей убирают постепенно. Овощи, которые планируют употреблять сразу, выкапывают по мере созревания. Уборку лука для хранения растягивают до августа. Овощи аккуратно выкапывают вилами, стараясь не повредить корни. Примерно на сутки оставляют на грядках. Далее укорачивают на половину корни, листья – на две трети. В погребе лук-порей хранится 6-7 месяцев при температуре 0, плюс 3 градуса Цельсия, влажности воздуха до 85%. Держат овощи в вертикальном положении в деревянных ящиках, на дно которых засыпают песок. Овощи держат на балконе 2-3 месяца, если температура не опускается ниже минус 5 градусов Цельсия. Заключение лук-порей отлично подходит для подзимнего выращивания. Главное – вовремя посеять семена, чтобы они не дали ростки до наступления морозов. Для культуры не подходит переувлажненная, песчаная, глинистая и кислая почва. Ухаживают за растениями так же, как за посаженными весной, за исключением того, что на зиму посадки укрывают сухими листьями, соломой или снегом. А зимой лук-порей – удачный эксперимент! Продолжение следует...